Приветики! Сегодняшнее видео будет одно из самых ваших любимых, это я знаю по количеству просмотров, которые вы оставляете, ожидания и реальность. И конечно же, сначала я буду показывать более или менее нормальные, то бишь даже отличные вещи, которые я могу порекомендовать, а также буду показывать разочарования, которые вот сейчас по сути на мне, хотя хочу сказать, что пиджак довольно-таки прикольный, а вот со штанами получился парадокс. Но это все по степени нашего с вами общения, поэтому добро пожаловать на мой канал и начнем! Так, прежде всего я хочу вам показать украшение ручной работы, которое я заказывала для Златочки, сейчас сбоку будет вам показываться весь ассортимент, который у меня есть. Это сейчас такая повязочка, еще у меня есть две такие резиночки, очень круто для ребенка, в садик, если у вас маленькие детки, вообще просто бомба. Под какие-то тематические, вот у меня прошлый раз грушка была, а зимой, не знаю, вроде бы снежная королева должна быть, еще надо будет ее попросить, эту девчонку, кстати, ссылочка на ее инстаграм в описании, чтобы она сделала какую-то такую крутую корону, знаете. И вообще ребенок будет просто бомбический, смотрите, какая прелесть, мы ближе покажу. Очень шикарно, вообще даже не верится, что это все сделано собственными руками. Даже я со своим мастерством такое бы не сделала. Такой ловец сну, очень красивый элемент декора, висит у меня в комнате на люстре, собирает весь негатив и плохие сны. Заказала себе обувь, это фирма Zara. Это просто не капцы, это мечта, девчонки, серьезно. Во-первых, огромная брошка, но они такие, видите, как классические. Эта брошка шикарно просто переливается. Единственное, меня расстраивает чуть-чуть наклон каблука, который уходит сюда. Мне кажется, если бы он был все-таки перпендикулярный, мне кажется, было бы, конечно, поинтереснее. Но это в том-то и прикол. Здесь идет, видите, вот такой вот квадратный носок, я так понимаю, сейчас они входят в моду. Хороший объемный замочек. Я их заказала с официального сайта. Сейчас скажу чуть-чуть по них. Они пиздец, какие удобные. Я не знаю, как иначе сказать. Они такие удобные. Во-первых, они на ножке очень шикарно смотрятся. Кажется, что каблук намного выше. Сзади, видите, он квадратный. Они невероятно устойчивые. Носок тоже не острый, не зашпоркивается. Потому что у меня есть ботфорды от Zara с острыми носками. Я их уже выставила на продажу, потому что я в них так шпоркаюсь. Ну, спотыкаюсь я в них. Я реально хожу, как кач какая-то подбитая. А эти просто шикарные. Вот даже под вот этот костюм, когда я ушью штаны, которые я вам покажу, о которых вы все-таки смотрите. Потому что там тоже, там полный провал. Вот так, наверное, будет лучше. В общем, вот эти туфельки, если увидите на официальном сайте Zara, обязательно берите, не пожалеете. Сказала себе вот такие сапожки. Это полусапожки, демисезонка. Они не утепленные. Здесь, конечно, есть типа подкладка, но здесь нету байки, ничего. Они недорогие, стоимость 500 гривен. Это тоже реплика на известные бренды. Это кожезаменитель. Классные. Я не вижу надобности покупать кожаную обувь, потому что я очень люблю разнообразие. Очень мало, когда мне что-то нравится, чтобы я его постоянно носила. Поэтому я люблю заказать какие-то реплики, поодевать пару раз. А потом, если мне понравится фасон, тем более все продавцы таких магазинов, в которых я брала эти сапоги, у них есть одинаковые. То есть, если эти сапоги, они есть и в замше, они есть и в коже. Просто варьируется их цена. Поэтому я себе взяла на пробу вот такие. И очень удобные. Единственное, мне не нравится, когда при ходьбе, видите, вот эта штука расщепиривается. Типа вот так. Какое-то похоже на... Ну, не буду говорить, на что это похоже, но это похоже на не очень красивую тему. В общем, а так, по сути, очень прикольные ботиночки в машину, в садик, погнала в болото. Короче, то, что надо. В этом видео вы уже видели эту кепи. Это она так называется. Кепка, фуражка, кепи, пилотка, авиаторка. Короче, как хотите, так называйте. Я... Это было еще, конечно, в том сезоне. Даже в том году еще модно, но только в этом году я купила. Ходила за ней на базар. На базаре ее нашла за 900 гривен. В интернете купила за 300. И я выбирала вот такой вот, чтобы она вот так и стояла. То есть, есть, которые подешевле, они как тряпочные, как береты, будут лежать на голове, как будто вам что-то треснули там по макушке. Я вот именно взяла, чтобы она была. Кстати, цепочку я пришила сама. Это у меня цепочка... Я даже не помню, откуда. В общем, она у меня была, эта цепочка, и на купальнике. Ну, в моем производстве ничего не пропадает. И я просто ее перешила, потому что, если вы берете с цепочкой, будет стоить в полтора раза дороже, если с цепочкой. Если без цепочки, просто с вот такой вот лаковой каемочкой, то дешевле. А цепочка, я думаю, у вас дома у каждого валяется. В общем, очень прикольная альтернатива. Ну, это так, потому что у меня сейчас причухан на голове, а так вообще очень даже ничего. Мне очень идут всякие такие фуражки, шляпы, короче. Это вот все мое. Люблю... Люблю идти, чтобы блюдо сглядалось, все знаете. Би-кроссовки, это Stradivarius. Атласный с кожей... Ой, блядь, что это такое? Ай, бах ты мой! Что же это за ткань, да как она называется? Замша! Ну, это не зам... Не, может... Не, не замша, это типа набука. В общем, на платформе. И красивый пудровый цвет как раз под мои носины. Дурочка, 30 лет, а в основном нет. Так. Ну, короче, вы увидели, да, что я в лосинах. Эти лосины я тоже сейчас еще покажу, только я их сначала сниму. И это, переоденусь, потому что люди взглядывают. Продолжаем. Телефонный звонок сбил мою запись. И так, что я распелыхатилась. Короче, классные, симпатичные. Сзади у нас золотая пяточка. Да, что мне делать? Короче, будет... Такого буду ляпать языком. Надеюсь, все подписчики не ударятся. И еще платформа. У меня не было никогда кроссовок на платформе. Я решила с платформой, потому что они выглядят более нарядно, чем кроссовки без платформы. Потому что если без платформы, это типа как спорт. А с платформой можно одеть типа вот платье-футляр, под юбку какую-то даже кожаную. Кстати, у меня скоро будет обзор с интернет-магазина одного, с которым я уже давно сотрудничаю. Я там заказала такую шикарную кожаную юбку, что просто можно инфаркт отхватить. Так вот. Короче, вот эти красофаны как раз потом. Та-ра-ра-ра-ра-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Итко надо, знаете, какая там... Такая игра, где кот туалетную бумагу типа разматывает. Это надо так... Тр-лин, тр-линь, 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 тр-линь. Ого! Смотрите. Штанька. Я даже в кадр в нем... Нет, в кадр вместилась. Короче, у меня ноги заканчиваются где-то вот тут вот. Ну, чтобы вы понимали. А вот это вот все лишнее. В принципе, в принципе, по пиздаку даже ничего. Короче, я его одела, мне, ну, знаете, что я его купила, я сейчас так скажу. Потому что мне все девки подмахивают, что я вечно вот вся блестящая, типа такое. Вот тебе было бы красиво, такой строгий стайл, знаете, я такая думаю, ну ладно, строгий так строгий. Сейчас куплю себе костюм, у меня тут корпоративы назначаются. Думаю, буду такая строгая, что можно будет, это, в госдуму идти. В общем, интересная задумка. Очень высокая вот эта посадка, которую, типа, спонтом вы засовываете, собственно, вот эту футболку. Потому что это, типа, костюм троечка называется, костюм троечка, три-три. Вот. Затем у нас замок, мы его открываем, попадаем в эту мантию. А вот это штанина. Ну, так, чтобы не быть голословной. Вот моя голова, вот штанина, вы себе представляете, какие они громадные. В них не то, что запутаться, даже если бы они по... Ну, я сначала думала, думаю так, пойду сейчас к швее и тко, хопа, и вот этот вот кусочек отрежу, да. Но все равно они сильно широкие и ткань, видите, какая такая хорошая ткань, приятная все. Но она мягкая для штанов, чтобы они вот именно силуэтно так красиво стояли. Надо, чтобы она была плотная, такая, знаете, костюмка настоящая. Чтобы они держали форму. Чтобы вы, если оденете лодочки, то у вас этот круг был. А не вы одели лодочки, а вы нотки, во. Шейгер-бегер. В общем, я их буду полностью сегодня перешивать. Я уже договорилась со своей сотрудницей к ней постоянно. Я же вещи перешиваю. Пошел тут суржик мой любимый. Короче, я их отрежу кусок сраки, потому что они реально высокие. И мне вот тут вот прям под сиски. Отрежу кусок задницы и вшью их. Я, наверное, сделаю все-таки ровный крой. То есть не трубочки такие, как я люблю, потому что я туда ногу не засуну. А сделаю ровные такие, просто ровные, знаете. Посмотрим. В общем, перешивку я вам покажу уже, наверное, в следующих роликах про одежду, как я с ними справилась. В принципе, я вам рекомендую этот костюм, если у вас рост за 2 метра. Но вам придется вшивать вот эту именно огромную ткань. Не знаю, зачем они это такую большую сделали. В общем, не пожалели. И, в принципе... А, ласины зараз я покажу. Их, которых, наверное, на ютубе нет. Потому что, когда начинают эти фэшн-блогеры показывать обзоры, такие, ой, это там то, а это то, а здесь там вот так, а тут и так. И так они прямо это все рассказывают. Ну, я надеюсь, за это вы меня и любите. Потому что именно на моем канале можно поржать. Знаешь, так, ласинчики, попрошу приветствовать. Класс. Я взяла размер L. Это не потому, что я поправилась. Наоборот, я даже на 2 килограмма похудела. А это знаете почему? Потому что я уже 2 месяца как бегаю. Причем бегаю... Сколько я бегаю? Пощипываю 45 минут. Короче, я делаю где-то 7 тысяч шагов. Это, наверное, наспаливаю 203 калории. И делаю от 6 до 7 тысяч шагов. А там уже дальше я потом посмотрю. Короче, я взяла размер L, потому что я хотела, чтобы они были свободные, чтобы они мне нигде не жали. Потому что у меня есть тоже на утеплителе. Видите, здесь такая, типа, баечка. То надо брать на размер больше, потому что они плохо тянутся и, короче... Поэтому я взяла себе L. И эта L у меня на животе, конечно же, большая. Но это не столь важно, потому что я хожу у них злату в садик завожу. И мне в машине очень удобно, когда мне ничего нигде не давит. В принципе, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Вы посмеялись. Как всегда, все ссылочки в описании. Вас всех люблю. Целую. Пока. Продолжение следует...